Всем привет! Сегодня у меня на обзоре 4 мультитула, которые разные по размеру, разные по функционалу, разные в ценовой категории и пригодятся вам для различных работ. Я думаю, каждому мужчине в любых профессиях и в любых хобби пригодятся такие штуки. Так что давайте начинать! И первым у нас будет мультитул от Gerber. Он такой маленький, миниатюрный, с небольшим количеством функций, но очень интересный. Мультитул Gerber Arm Bar Cook. Это прекрасный вариант для пикников и туристических походов. Его компактные размеры делают применение особенно удобным, а 8 функций позволяют найти решение в самых типичных затруднениях. Вооружившись простым и практичным многофункциональным инструментом, можно без труда выполнить такие операции, как открывание бутылки, чистка овощей, пререзание веревки. Изделие в себе объединяет лезвие с гладкой кромкой, ножницы, монтировку, открывалку для бутылок, консервный нож, резак для фольги, рычаг и топор. Также здесь есть нож с кладой конструкции. Оптимальный вариант для использования на вылазке, на пикнике и когда появляется потребность в распитии напитков и закусках. У данного мультитула эргономичная и продуманная конструкция. Он занимает немного места, имеет скромные параметры. Складное лезвие ножа в инструменте длиной 6,4 см. Сделано из стали и защищено от коррозии, а сам клинок фиксируется стальным замком. Многофункциональный нож Ryke Tracker является одной из наиболее многозадачных версий. Это небольшой по размерам нож, в состоянии выполнять 22 различные функции за счет дополнительно встроенных в него инструментов. Мультитул прекрасно справится с теми задачами, которые возникают на пикниках, в туристических походах или просто поездках на рыбалку. К тому же нож сделан из материалов, которые не требуют никакого особого ухода и отличаются большой долговечностью. Лезвие ножа, как и все прочие инструменты, сделаны из стали 12S27. Это хорошо известный в ножевой индустрии нержавеющий сплав. Он имеет высокий порог сопротивления ржавению, а также отличается действительно высокой твердостью 59HRS. Ножи, сделанные из этого сплава, отлично подходят для поездок на природу. Они долго сохраняют качественную заточку и не ржавеют даже в условиях высокой влажности и недостаточного ухода. Что касается габаритов ножа, то его длина равна 85 мм, тогда как толщина составляет 3 мм. Чтобы с помощью этого ножа было удобно выполнять все виды работ, он гладко заточен. Форма клинку придана достаточно распространенная, дроппоинт. Нож открывается даже одной рукой, ведь на его лезвии с обеих сторон имеются небольшие шпеньки для этого. Когда клинок полностью открыт, он жестко фиксируется при помощи простого замка Liner Lock. Нож далеко не единственный инструмент, которым располагает модель LD41. Также к услугам пользователя предлагаются небольшие плоскогубцы, ножницы, пара прямых отверток со шлицами разной ширины, открывалка для бутылок, штопор, резак для ремней или строп, шило, инструменты для снятия изоляции с проводов и стеклобой. Кроме того, производители предусмотрели сразу пару альтернативных способов страховки ножа во время переноски в кармане. Его можно повесить на цепочку, используя кольцо, закрепленное в торце рукояти, или же носить в кармане, зафиксировав его там прижимной клипсой. Рукоятка ножа сделана из не менее качественного материала, чем инструменты. Это композитный по своей сути стеклопластик G10, сделанный из стекловолокна и особых эпоксидных смол. При легкости обыкновенного пластика он наделен существенно более высокой прочностью, а чтобы нож не выскользнул случайно из рук, поверхность обеих стеклопластиковых накладок покрыта мелкой текстурной накаткой, которая также служит для украшения этого ножа. Далее у меня будет мультитул от Ганзо, он поставляется с интересным комплектом, он другой по функционалу и по размерам, и ценовая категория у него немножко другая. Мультитул Ганзо G302H Одновременно практичный и красивый инструмент, он станет хорошим подспорьем в любом ремонте. А подарку в виде мультитула этой модели обрадуется каждый путешественник или просто любитель активного досуга на природе. Все инструменты, как и корпус мультитула, сделаны из стали 440С. Это сплав высокого качества, который относится к категории нержавеек. Он вполне может использоваться в условиях частого контакта с водой, какие характерны для туристических походов, поездок на рыбалку и охоту. Минимальный уход за инструментом обеспечит ему долговечность и сохранность внешних качеств. Главный по принципу расположения инструмент мультитула это плоскогубцы. Они также наделены функцией кусачек и возможностью крепкого захвата гаек, втулок и других круглых всечений предметов. Остальные инструменты распределены между двумя рукоятками мультитула и размещены внутри них. Это два ножа, обычный и серейтерный, пила, открывалки для консервов и бутылок, ножницы, шило, небольшая отвертка с прямым шлицем, магнитный держатель для сменных бит, инструмент для снятия с проводов изоляции. Вместе с мультитулом продается и набор, необходимый для работы с различными винтами и шурупами отверток. Они размещены в одном общем органайзере. Этот органайзер вместе с мультитулом может храниться в одном нейлоновом чехле. Поверхность всех инструментов и рукояток хромированная. Мультитул очень добротный на вид и практичный на практике. И последним, но также интересным мультитулом будет мультитул от Ганзо. Это уменьшенная копия третьего мультитула. У него совсем другая поставка, совсем миниатюрные размеры, но он также пригодится многим и очень интересный экземплярчик. Мультитул Ганзо G2019S Замечательная модель для тех, кому нужен мультитул с минимальными размерами, но достаточно функциональный. Его длина в разложенном состоянии 72 мм, ширина 35 мм. При этом в комплекте 11 инструментов, что позволит эффективно решить целый ряд задач, возникающих как в условиях города, так и на природе во время активного отдыха. Также на эту модель стоит обратить внимание автомобилистам. Для производства всех инструментов использована нержавеющая сталь 440S, которая отлично зарекомендовала себя с точки зрения устойчивости к коррозии. В этом мультитуле есть такие инструменты, как пассатижи с кусачками, они кстати подпружинены, что существенно облегчает работу, открывалка для консервных банок и бутылок, небольшой, но эффективный напильник, шило, приспособление, позволяющее зачистить провода, лезвие с прямой заточкой и отвертки также есть. Одна из них крестовая, вторая шлицевая. У изделия минимальный вес, всего 200 грамм, и есть возможность использовать этот мультитул как брелок. А теперь перейдем к небольшим тестам, посмотрим, смогут ли все ножи мультитулов порезать бумагу. Продолжение следует... С резанием бумаги отлично справились только два первых мультитула от Райки и Гербер. Хотя Райки справился немножко лучше, лезвия очень острые и отлично заточенные. У Гербер тоже все с этим хорошо, ножи мультитулов от Ганза не такие длинные и не очень острые, особенно у маленького. Но думаю, что с большинством задач, для резки какого-нибудь кабеля или чего-то мелкого, они справятся без проблем. Если взять обычный нож у мультитула Роксон и серейтерный, вот допустим, обычным ножом мы без проблем делаем надрез, и серейтерный очень острый. И также можно им без проблем все порезать. Очень хороший, что серейтерный нож острый, что вот обычный нож острый. Также с такой легкостью и нож в мультитуле от Гербер режет все без проблем. Вот такое полотно режет вообще очень легко. Теперь проверим, как режут ножницы. Для теста у меня есть прочный мешок, материал которого не так уж просто было резать обычными ножницами. Для теста у меня есть прочный мешок, материал которого не так уж просто было резать обычными ножницами. Для теста у меня есть маленький мешок,autre из-основ on yetjan п slashvalо. Он интер меню в怎么 себе разорвала. Конечно, без работы уже superv cortege все без проблем, и дальше смотрите. Для теста у меня египет весь Sally Ммор 30 мPs, который сделает органом продаж. Для теста у меня есть такой eraser. Я помню еще! И я попробую все положено, мне Muyzione absorber. Я манер на мед reconcergow . Смотришь, что можно легко сравнить. В принципе все мультитулы справились с этой задачей, хотя и у Ганза по размерам ножницы поменьше и ими не так удобно было управлять, но зато есть много других инструментов в его арсенале. Ну и кусачки. Если взять у наших мультитулов функцию кусачек, то кусачки только есть у Ганза маленького мультитула и большого. Итак, кусачки. Кусачки у нас, скажу вам, нормальные. Это вязальная проволока. Эти перекусывают без проблем, маленькие перекусывают без проблем вязальную проволоку. Большие, само собой, очень легко, очень просто. Ну вот, если мы уже берем обычную маленькую проволоку, вольнее не маленькую, а алюминиевую, то кусачки маленькие ее перекусывают без каких-либо проблем. Так и в принципе, как и большие перекусывают без проблем. Ну и в принципе вот такими вот кусачками мультитулом от Рокса, я думаю, это не кусачки, это больше какие-то как щипчики. Можно ими болты затягивать или подобные, какие-то делать манипуляции. Они гнут ее, то есть без проблем. Но алюминий это металл мягкий у нас. Так что, я думаю, ничего удивительного. Обозревая мультитулы я уже не первый год и хочу отметить, что эти гаджеты, эти инструменты, я думаю, пригодятся многим и займут почетное место в их кармане, рюкзаке, на поясе. Ну или где вы там храните свои мультитулы. Если у вас еще нет подобного такого инструмента, то присмотритесь. Также на канале есть много других обзоров других мультитулов различных брендов. Они также интересные и также многофункциональные. Напишите в комментариях, как вам сегодняшние девайсы на обзоре. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. И напишите, какой из этих инструментов понравился вам больше. Инструменты, в принципе, разные. Что тут, ну что эти четыре экземпляра вообще отличаются друг от друга размерами, ценовой политикой и функционалом. Но я уверен, что, допустим, те функции, которые есть в этом мультитуле, кому-то не пригодятся. И кто-то захочет себе вот такой мультитул от Гербер покомпактнее, поменьше. А кому-то, допустим, нужно многофункциональный мультитул от Ганзо. Ну или вот такой вот маленький. Вам спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик был для вас полезным и интересным. Эти гаджеты, эти инструменты достойны к рассмотрению. И подобными мультитулами я пользуюсь по сей день. У меня также есть мультитул от Роксон и от Гербер маленький. Так что можете присматриваться. Вам спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте комментарий, как вам данные гаджеты. И с вас подписочка и колокольчик. Увидимся!